Тут у меня, пока мы едем, в микроавтобусе до пирса, посетили интересные мысли. На самом деле это не новое, я такое уже где-то слышала, просто у меня в голове немножко все тоже уложилось, переварилось, и как бы выдает информацию, типа это я сама придумала. Ну, я люблю такие вещи, где-то что-то прочитаю, у меня это дело отложится, а потом мне кажется, что это я сама до этого дошла, ну, не важно. Так вот, о чем хотелось бы рассуждать. На тему путешествий мы относимся к тем людям, которые ни от кого не зависят, работают сами на себя, это плюсы, да, а минусы, если можно так сказать, в такой деятельности, это то, что ты сам за себя в ответе, то есть никто не ответственен за твою жизнь, у тебя нет никаких там социальных каких-то благ и прочее, прочее, да, то есть ты сам ответственен за свою жизнь, за свой быт, за свою работу, за бюджет, ну и так далее, да. И для таких людей, как мы, а таких много, бизнесмены, предприниматели, катастрофически нельзя все время находиться в зоне комфорта, потому что зона комфорта, она расслабляет, человек начинает привыкать к быту, к условиям, ему хорошо, и пост начинает, начинает, как сказать, забуревать, или ожиряться, или я не знаю как, ну, короче, расслабляться, другими словами. И это очень опасно для бизнесмена, для предпринимателя, потому что ты начинаешь просто терять ориентиры, ты же думаешь, что все так вот прекрасно, хорошо, и теряешь тонус, вот здесь, тонус. Вот, и для поддержки тонуса, как и физической формы, вот, для физической формы тонус это упражнение, постоянно нужно напрягать мышцы, нужно делать им больно, ну, там, не знаю, железки тягать, бегать, чтобы они постоянно болели. Ну, не постоянно им, конечно, отдыхать нужно иногда, но, тем не менее, чтобы они были в тонусе. То же самое и для мозга, для предпринимателя, это крайне важно, постоянно держать его в тонусе. И есть простое упражнение, точнее, не упражнение, а даже целый ряд действий, это спонтанные, ну, даже, может, не спонтанные, а главное, что самостоятельные путешествия. И здесь есть одно очень важное условие. Ну, допустим, мы сегодня, мы уже два месяца никуда не ездили, и я обратила внимание, вчера я собиралась, собирала рюкзак. Первое правило. У тебя должен быть ограниченный сумка или рюкзак, лучше рюкзак, маленького размера, чтобы туда влезло только самое необходимое, самое минимальное. И вот после двух месяцев перерыва путешествия для меня рюкзака сразу стало малым. Мне надо взять и это, и это, и это. То есть я уже знаю, что мне дома вот комфортно, я вот это одеваю, вот эту одежду ношу, вот этими вещами пользуюсь. И мне кажется, что мне это все нужно будет в путешествии. И я выложила все на кровать, да, все, что мне нужно. Я понимаю, что у меня рюкзака мало. И начинает мозг тут работать. Ага, что важнее, что главнее, что мне точно будет нужно, что можно отсечь. Первое упражнение, да, то есть уже дискомфортно. Это хорошо, мозг заработал. Второе. Когда ты дома засиживаешься, то любая поездка, такая глобальная, куда-то далеко, она сразу вызывает стресс. Ты сразу начинаешь думать, как поехать, какая погода будет, сколько денег нужно и так далее. И даже вот просто собрать вещи, встать и выйти, у нас даже в последний момент было такое, может быть, отменим поездку, останемся, будем работать. Это же такие мысли приходят в голову. Что? Какое просим? Нет, ни в коем случае не поддаваться. Мозг, он как бы ленится же, да, как любая мышца, она думает, может, лучше посидеть, чем приседать. Вот так и здесь. Не поддавайтесь на уловки, надо ехать. И потом, допустим, еще такой момент. Это мы в автобусе едем. Вот, что еще? А, да, деньги. Вот первое, я сказала, что нужен быть ограниченный рюкзак, то есть маленький, да, маленького размера, только самое необходимое берем. Второе, деньги. Нужно тоже ограничить себя в средствах. Потому что, объясню, если, допустим, ехать в отпуск, допустим, через турагентство, с большим запасом денег, с огромным чемоданом, там, 20-килограммовым одеждой и прочей всякой блабуды, то это не тренинг, это еще большее зажирение мозга. Но если ты едешь с маленьким рюкзаком на длительный срок, с маленьким количеством денег, о, мозг работает. Вот это тренинг крутой. И вот эта вот встряска, она дает такой заряд. Во-первых, это смена деятельности. Ты начинаешь все планировать, думать оптимально. Оптимальность очень важна. Когда ты умеешь жить оптимально, строить оптимальные условия, это для предпринимателя, я считаю, очень важно. Не важно, сколько у тебя денег, ты должен себя ограничить в средствах во время путешествия, ради тренинга, ради тренировки. Вот так еще раз повторю, что у нас рюкзак маленький, ограниченное количество вещей, ограниченное количество средств, денег и желательно длительный срок. И не планировать путешествия прямо вот от и до и никаких турагентств, только самостоятельно. Должны быть пункты назначения, а внутри уже в процессе ты строишь так свой отдых, как тебе хочется. И желательно не сидеть на месте. Вот так. Да, кстати, еще одно правило. Места должны быть новые. То есть это не значит, что мы берем рюкзак, берем ограниченное количество средств, зная, сколько мы потратим, и едем уже в то место, где мы были. Нет, место должно быть новое.